Какие ассоциации у вас возникают при упоминании полуптицы, полуженщины? Скорее всего, вспомнятся сирены, существа греческой мифологии, завлекающие мужчин своим прекрасным пением, чем в Ликуттех погибели. Но почему же славяне так часто в своем искусстве воплощали этих персонажей, причем изображали их с нескрываемым почтением, даже трепетом? Видимо, для Руси птицы-девы были нечто больше, чем для древней Греции. Именно сирен чаще остальных связывают с сиренами, и неудивительно. Историки теряются в догадках, кто появился раньше, и связаны ли эти полуженщины вообще. Происхождение их разнится, у сирен родословная более завуалированная. Однако их сходство очевидно. Сирен имело лицо и тело по пояс женщины несравненной красоты. Когти на лапах создания в некоторых источниках серебряные. Оперение изображалось темным, Лик – печальным, на голове венец, а после крещения Руси – нимб. В древнем язычестве это скорее отрицательный персонаж. Сладкозвучное пение ее не сулило ничего хорошего и обрекало на беды, безумие или даже смерть. Но она боялась шума, потому при ее появлении люди начинали бить в колокола, кричать и прогоняли птицу. По первоначальной версии, сирен – темная птица, темная сила, посланница бога подземного мира, олицетворение печали и скорби, обитающее в царстве Нави. Кощный бог или чернобог вещал через нее свою волю, уговаривал людей одуматься и не творить зла. Позднее это существо появилось в славянском рае Ирий. Кстати, именно с его названием некоторые ученые связывают имя сирен, а ее отрицательные качества взяла на себя птица Абита. Изредка сирен слетает на землю, чтобы оплакивать погибших воинов или выводить птенцов, причем ее голос по-прежнему опасен. Поет она об утерянном рае и о его прелестях. Также птица могла исполнить любое желание, но человек, не устоявший перед искушением, горько платит за просимое. Накануне яблочного спаса на Руси, сирен облетает всю землю, оплакивая погибших, живших худо. Летала она до полудня 19 августа, и кто до того ел яблоки, обрекал себя на несчастливый год. Но после полудня за сирен спускается Алконост, птица счастья, знаменующая своим появлением круговорот жизни и смерти, смену времен года и обновления природы. Она радуется и смеется, орошая росой деревья, делая яблоки целебными. И кто теперь отведает эти плоды, тот защищает себя от хвори на весь год. Алконост часто изображали на одних сфитках сирен. Обе райские птицы очень похожи, но есть важные отличия. Противовес сирен – Алконост птицы зари, и ей отводят роль вестника, радости и процветания. Она всегда жила в Ирии, возникая посланником бога Сварага или Хорса, являясь также воплощением последнего. Есть источники, которые также связывают ее с Крышнем. Чувствуется параллель с Кришной. Прекрасное пение Алконоста также сводило людей с ума. Но разум возвращался, когда та переставала петь. Ранние свитки изображали ее с пестрым оперением, позднее с светлым, на голове корона, а после также нимб. Внешне она хоть и походит на сирен, но имеет также две человеческие руки. В одной, как правило, ветвь из рая, в другой свиток, с изложенными в нем небесными вознаграждениями за праведную жизнь. По некоторым источникам, когти на ее одной ноге серебряные, другой золотые. По поверьям, в дни зимнего солнцестояния птица спускается на землю, откладывает яйцо, погружает его в море и ждет, когда то всплывет, чтобы вылупиться птенцу. На этот период затихают все штормовые ветра и бури. Славяне верили, что тот, кто выкрадет то яйцо, убережет себя от любого зла и выполнит заветное желание. Но расплата – гнев алконосца. Она ищет смельчака и, найдя, забирает его душу, обрекая ее на вечные и непрекаянные блуждания по земле. А легенды о ней также роднят ее с Древней Грецией. Начиная изучать корни образа полуптицы, полуженщины в славянской мифологии, я поняла, насколько же он недооценен. В множествах легендах встречаются эти чудесные существа, какими только именами не зовутся. Все так или иначе связаны между собой, но при этом у каждого своя важная роль. Сирин и алконос – только начало. В будущих видео я расскажу вам также о Стратиме и о легенде, связавшей ее с алконостом и Сирин. Поведаю о вестнице птицы Гамаюм, а также расскажу о великой праматери всех славянских народов свославия. Если не хотите пропустить следующее видео на данную рубрику, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также слушайте роман приключения фэнтези в стихах «Жизнь духа нашего», чей мир создавался, основываясь на мифах и легендах древних. Ну а с вами была Марго, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова